Здравствуйте! Я Катя Руджева, и это программа «Арсенал современного искусства. Конверсия», где мы рассказываем об основных событиях и фактах из жизни контемпори-арт. Сегодня мы вышли на улицу, и это не случайно, ведь современное искусство тоже живет не только в закрытых музейных и галерейных пространствах. Художники, поэты, музыканты и актеры все чаще выходят на улицы города, чтобы найти своего зрителя. А вот зачем это нужно, и какое оно – искусство в городском пространстве? Об этом сегодня наша программа. «Провинциальный город» как площадка для Международного фестиваля современного искусства в рубрике «События. Арт-авраг в Иксе». «Три тарты паблик-арт. Как и где появилось уличное искусство» в рубрике «Справочник». На вопрос, нужно ли уличным художникам сотрудничать с горожанами, отвечает художник Кирилл Кто. «Улицы с лицами. Экскурсии по территориям городского искусства». Взаимодействие с пространством в рубрике «Новый формат» о новом пластическом проекте Павла Алехина. Пожалуй, самым удобным и самым популярным формой презентации уличного искусства является фестивали. В нашем городе проходят самые разные фестивали – современной музыки, перекрестных культур и даже молодой архитектуры. Но интересно, что такие фестивали проходят не только в больших городах, но и в маленьких районных центрах. В этом смысле очень интересный оказывается город Выкса в Нижегородской области. Там каждый год собираются художники со всего мира на фестиваль «Арт-Овраг». Сегодня об этом рубрика «События». Город Сад. Такую концепцию придумали организаторы для третьего фестиваля новой культуры. Сад здесь символизирует открытое пространство со множеством творческих центров, где все построено на взаимодействии. Сам термин города Сада появился как понятие о неком таком идеальном городе, который идеально структурирован и организован, и в котором людям максимально комфортно находиться, жить. Это, безусловно, творческая среда, в которой люди могут каким-то образом проявиться с лучшей стороны. И, соответственно, исходя из общей идеи вот этой связи с русским авангардом, с русским конструктивизмом, с теми течениями, которые были сто лет назад, я стараюсь выстраивать уже не первый год эту программу и собирать художников, которые готовы к открытому диалогу с людьми. Центральная площадка фестиваля – парк. За последние три года городской парк Викса превратился в музей под открытым небом. Многие арт-объекты, которые создаются на фестивале, после остаются здесь. Работа итальянского скульптора Рикардо Муррелли станет еще одним постоянным экспонатом этого музея. Эта скульптура может стать для молодого поколения некой достопримечательностью, местом, где можно назначить встречу. Представьте себе, люди будут говорить, а давайте встретимся у памятника Муррелли или, например, у памятника Роба. На мой взгляд, скульптура должна жить среди людей и быть своего рода диковинкой. Пусть задумаются, что означает это сплетение линий. Для организаторов фестиваля очень важно, что из года в год арт-овраг не только знакомит зрителей с современным мировым искусством, но и преобразовывает городскую среду. Поэтому фестивалем учреждена премия. Паблик-арт В общем-то, первая в России премия в области паблик-арт и единственная, как мне кажется, на сегодняшний день. И мы, члены жюри, выбрали пять финалистов, работы которых будут реализованы. Две работы сейчас уже реализованы на фестивале, и еще три работы будут реализованы в течение июня. Проект «Виво» – один из пяти лучших. Вокруг советской парковой статуи девушки, играющей на скрипке, художник Наталья Хохонова из Екатеринбурга разместила огромные гипсовые уши, и скрипачка обрела новую жизнь. Еще один конкурс фестиваля – архитектурный. К участию были приглашены архитекторы и дизайнеры со всего мира. Победителем стал испанец Хавьер Понце, который создал балансирующий павильон «Кольцо города-сада». Вдохновленный металлургической индустрией города, архитектор создал металлическую конструкцию, которая легко перемещается по городу и может быть использована как для проведения выставок, так и для проведения дискуссий и мастер-классов. Тем более, что программы фестиваля построены таким образом, что дискуссии должны стать неотъемлемы его частью. Арт-овраг дает возможность увидеть, что современное искусство целиком строится на взаимодействии, причем не только со зрителем. Разные виды искусства взаимодействуют друг с другом. Художники смело объединяют визуальное искусство с пластическими. Отличным примером может служить скульптура и в Бейле. В студии, когда я работала, я танцевала вокруг цилиндра. Так в моей голове возникал образ тех форм, которые я переносила на цилиндр. Когда скульптура была создана, танцоры смогли вокруг нее создавать самые разные движения, то есть это постоянный диалог между движением и материалом. Такие перформативные формы воспринимаются зрителям по-разному, но, безусловно, вызывают интерес. Из года в год вместе с развитием фестиваля жители Выкса начинают привыкать к тому, что их город становится предметом интереса не только представителей бизнеса, связанных с металлургией, но и любителей искусства. Ведь даже жилые дома здесь украшают работы самых современных и свободолюбивых – стрит-арт-художников. Ну а теперь давайте обратимся к истории. Сегодня в рубрике «Справочник» Владимир Безденежных расскажет о том, что такое стрит-арт и паблик-арт, и как появились эти понятия. Стрит-арт и паблик-арт. Корни этих направлений в современном искусстве уходят в самую глубь человеческой истории в ее первобытные времена. Так, первые наскальные рисунки и скульптурные произведения относятся к позднему палеолиту и были найдены в пещере Ориньяк во Франции. Им уже более 25 тысяч лет. Позже подобные изображения в зверином стиле и скульптуры – палеолитические Венеры – будут находить по всему миру. Уже в те далекие времена и повсеместно человек желал изменить и преобразить среду и пространство своего обитания, внести в нее символы своего подлинного бытования, своих воззрений и чаяния, своего индивидуального творческого восприятия мира. Но не останавливаясь на всем долгом историческом и творческом пути человечества, перенесемся в начало XX века, когда футуристы Владимир Маяковский, Давид Борлюк и Василий Каменский в твоем декрете номер один о демократизации искусств, заявили «Во имя Великой Поступе, равенства каждого перед культурой, свободное слово творческой личности пусть будет написано на перекрестках домовых стен, заборов, крыш, улиц наших городов и селений. Пусть улицы будут праздником искусства для всех». Такой лозунг заканчивает декрет футуристов. И именно его и подхватили художники, которым было неуютно от проживания искусства в плодовых сараях человеческого гения, дворца, галереях, салонах. Подхватили и понесли свое искусство в окружающую гергородскую среду. И это официальная, можно сказать, легальная история возникновения паблика и стрит-арта. Однако существует и история маргинальная, связь которой с искусством первобытным, как нам представляется, весьма тесна. Как и в древнейшие времена, человек, не всегда художник, метил территорию своего обитания, оставлял знаки, как вы сейчас сказали, теги, обозначавшие ее границы, делал памятки, дорисовывал естественные или неестественные ландшафты, отмечал точки своего пребывания и некие события своего быкописания. Такие знаки нам демонстрируют, например, превосходные фотографии Броссая, где стены предвоенного Парижа испещлены непрофессиональными граффити. Стрит-арт и паблик-арт – это виды живого искусства, которые изменяют привычную окружающую среду, оккупируют публичные городские пространства и делают это почти всегда партизански, не согласно планам заскройки и благоустройства этих пространств, а вопреки им. Направление эти, особенно стрит-арт, и сейчас самое в ангарде современного искусства, в силу своей несистемности, идейных и стратегических установок, направлено, как правило, на бомбардировку сложившихся устоев, символов и капитализированных пространств. Такое искусство сверхдемократично. Такие выдающиеся личности, как Эбоу, Бэнкси, Майкл, Кирби, отличились в десятках и сотнях городов на всех континентах мира. Но это отнюдь нежелание покорить мир или похвастаться своей техникой. Это глобальная идейная установка жанра на интернациональность, идея перераспределения художественного и общественного пространства в мировом контексте. Даже если вы не выезжаете из спальных районов, вы наверняка сталкивались с явлением стрит-арта. Художники рисуют свои картины на домах и заборах. Сегодня в рубрике «Вопрос-ответ» уличный художник Кирилл Кто отвечает на вопрос, нужно ли художникам сотрудничать с горожанами. Долго занимаясь этим, практически большую часть жизни, еще в детстве, будучи подростками, я начал заниматься, сейчас у меня где-то там 15-16 год, я пришел к выводу, что мы не можем их мнение игнорировать, их мнение провоцировать их восприятие на какие-то конфликты, непонимания, на создание у них чувства фрустрации, что они чего-то не понимают, не образованные, недостаточно толерантные или недостаточно, наоборот, подкованные культурными кодами. Но многие работы все равно остаются сложнее, чем средний вкус потребителя, поэтому я думаю, что должно быть несколько классов считывания. Что-то должно быть хотя бы формально, приятно, интересно и вызывать отклик по обычным гражданам, а что-то должно оставаться внутренним диалогом художника с самим собой, хотя и на публичной арене. В нашем городе объекты стрит-арта можно встретить в самых разных районах, но все-таки самой популярной, самой престижной является центральная часть города. Вот по ней мы сегодня и пройдемся вместе с Василием Рогозиным и откроем для себя новые территории уличного искусства. Уличные художники рисуют везде, да? Есть любимое выражение у всех пацанов «Побомбить на районе» — это значит выйти там у себя около дома где-нибудь порисовать. И очень много граффити есть в Сормове, в Ленинском районе, на автозаводе, практически в любом районе города, да? Но, конечно, все хотят рисовать в центре города, потому что это место, где тебя заметят. Очень важно для многих таких уличных бомбил, в хорошем этом смысле слова, да, сделать работу, которая была бы яркая, заметная, пусть даже ничего не выражающих, просто имя этого человека, как, например, вот эта громадная, гигантская тега «Той» вот здесь вот на рождественской, на крыше. А вот эта работа в самом низу почтового съезда, которую сделали художники Ау и Ленот, она очевидна по содержанию, и, наверное, является ярким примером того, для чего существует уличное искусство. Друзья собрались вместе, чтобы порисовать. Особенности нижегородского климата накладывают, в зимнее время накладывают свой отпечаток на то, как художники работают на улицах. И одним из, например, способов выхода из положения, когда на улице минус 20, стали работы, которые художниками делаются заранее дома, но при этом готовятся под специально заранее выбранное место, а потом просто вписываются в городской ландшафт. И вот эта вот работа, вот этого тандема, дуэта «Стоп» и «АО», она была сделана почти полгода назад, и чудом до сих пор сохранилась. Иногда художники пытаются украсить город элементами декора, которые не предназначались или не были придуманы, но неожиданно появляются такие, как, например, известные кошки Никиты Номерса или вот такие вот деревья, которые енот сейчас расставляет по всему городу. Мне кажется, они очень красивые и романтичные. Вот в этом дворе, вот в этом буквально доме была идея сделать выставку художественных работ, когда этот дом выселили. Но пока идея созревала, этот двор обнесли синим забором, и всю эту территорию превратили в такую чернобыльскую зону отчуждения, которая, конечно, проницаемая. Практически на следующую неделю этот синий забор был сломан, проход появился, но у художников уже был утрачен вот момент. Но тем не менее идея проводить выставки в выселенных домах, она до сих пор живет. Эта работа здесь уже два года. Во всех работах АО поднимается тема отношений между людьми, но практически всегда эти отношения рассматриваются через призму внутреннего восприятия этих отношений. Сначала кажется, что на этой работе есть два человека, которые вовлечены в некую интеракцию. Но на самом деле, как узнавался автор, это один и тот же человек. И речь идет именно о внутреннем диалоге, который происходит внутри каждого из нас. Работа «Блюз» Феди Стопа и АО одна из самых старых работ, которая сейчас сохранилась в Нижнем Новгороде, этого дуэта художников. И одна из моих самых любимых. Многие интересные, красивые и заставляющие улыбнуться или задуматься от работы прячутся в подворотниках и в тихих дворах, в которые обычные прохожие, может быть, не будут заходить. Поэтому, если вы хотите найти интересное произведение искусства, почаще заходите во дворы нашего города. Такая ночная тень, луна, красный человек. Я думаю, что здесь просто не нужно ничего добавлять. Это просто ощущение, эмоции. Как раз к вопросу о новых поколениях художников. Очень хорошо, что и очень приятно, что в городе появляются совсем молодые художники, которые, например, вот Space Pirate, который рисует вот такие вот сейчас розы. И никому неизвестно, что он будет делать через год, через два, но работы яркие, хорошие, интересные, талантливые. Две работы на углу Костина и Воровского во дворе дома, они принадлежат двум разным художникам, которые очень часто вместе делают что-то общее. Используется обычная водоэмульсионная краска и колеры. Очень часто, очень многие считают, что художники исключительно баллончиками рисуют, но это не так, это далеко не всегда самый удобный материал. Еще одна история из цикла работ АО, которая рассказывает про городских персонажей, про их взаимодействие друг с другом, про их отношения. Красивая, на мой взгляд, работа, которая очень подходит к этому месту, к дому, который практически руинирован, находится напротив вот этих башен на Большой Печорской улице, которые до сих пор не заселены, которые пустые. И она обращена в сторону этих башен, таким образом она принадлежит никому и обращается в пустоту. Есть художники, которые начинают бомбить на улице в составе дворовых команд. Одна из таких команд была Болтскрю, которая зачислили практически весь центр города. Это такие очень приятные в общении гопнички по-настоящему. И из их среды вышел такой художник Аэра, который занимается чисто своим проектом. Он делает вот такие шрифты, ни с кем особо не взаимодействует, просто делает одну работу за другой. И очень часто они получаются интересными. Вот это, на мой взгляд, хорошая работа. У АО есть несколько художественных приемов, которые он переносит из работы в работу. И, например, эта последняя усталляция, которая называется «Дуванчики», она подписана текстом, который зачеркнут и делает невозможным ее прочтение. К сожалению, нужно признать, что у нас не очень много художников. И те молодые ребята, которые выходят рисовать, бомбить на районе, они очень часто не задумываются о том, что они могли бы делать что-то гораздо более интересное, что-то большее. Но если бы они подумали и приложили усилия, то они могли бы тоже делать вещи, которые заслуживают внимание. И я очень верю в то, что среди тех, кто просто выходит потегать, найдутся те, кто захочет делать что-то большее. Открытые площадки привлекают не только художников. Танцоры, актеры и музыканты с удовольствием выходят в городские парки и на площади, чтобы попробовать на зрителях свои новые постановки. Пластический актер Павел Алёхин представил в Александровском саду свой новый пластический проект Коряга. Это новый формат. Павел Алёхин интересно не подражать и соответствовать избранному образу. Это особого рода хореография, когда танцор буквально сливается с предметом. Приемы, которыми пользуется актер, характерны для самых разных направлений contemporary dance. Однако сложно дать этому танцу однозначное определение. Павел Алёхин актер театра дерева Антона Дощинского и проект Коряга безусловно является продолжением работы в дереве. Танец уже не просто хореография на раз-два, а хореография какая-то такая погруженческая, когда ты себя соотносишь с каким-то объектом, погружаешься не только внутрь себя, но и внутрь объекта, с которым ты взаимодействуешь. И вот в данном случае это была коряга, то есть кусок дерева, который, мне кажется, сам по себе прекрасен и вызывает у человека много различных ассоциаций. Потому что если одушевить предмет, кусок дерева, то в нем ты можешь увидеть много всего. это и живое растение, это и твой партнер, как человек, может быть. И ты можешь стать как кусок дерева и попробовать пожить его жизнью. И первый такой опыт у меня был во время поездки на фестиваль Урал в Голландию на остров Тиршилинг. Как раз тогда мы ездили с театром дерева в 2011 году. И у нас было задание от Антона найти для себя как раз какие-то истории на острове. И одна из историй у меня была коряга. Для театра достаточно актера и зрителя, уверен Павел Алехин. Декорации, костюмы и даже музыка не обязательны. Но если есть возможность взаимодействия с другими видами искусства, это всегда усиливает творческую энергию. В данном случае импровизация от молодого коллектива «Паноптикум» делает проект еще более атмосферным. с все это хотелось попробовать, опять же никто не пробовал просто, ну по крайней мере из нас, совмещать живую музыку с живым танцем и какой-то актерской постановкой с каким-то перформансом. Эти выступления построены на полной импровизации. Мы просто играли, и это полная импровизация. Это даже не джаз, где 80% может быть импровизация, это такой вот шумовой, танцевальной музыкальной перформанс. Открытое пространство, оно как раз дает актеру возможность подпитываться энергией от окружающего тебя мира. От воздуха, от земли, от воды, ну то есть от всех стихий. И во-вторых, актер себя не ограничивает четырьмя стенами, а пытается каким-то новым языком существовать и взаимодействовать со зрителем. В планах артиста показать этот проект в разных городских пространствах, ведь каждое конкретное место рождает новый образ и новый танец. Иногда для того, чтобы стать зрителем современного искусства, нужно просто прогуляться по улицам родного города. Гуляйте больше. И помните, здесь надо только открыть глаза, уши и, конечно, сознание. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok